друзья всем привет у нас наступила фирменная питерская осень и зима это ноябрь самый лучший месяц в питере вместе когда хочется взять револьвер выйти на набережную красивого канала ну и соответственно делать то чего делали раньше такие искусные джентльмены со своими револьверами из-за даму пошла погода погода это просто что-то с чем-то то есть температура уже минус 2 минус 3 минус 4 из-за повышенной влажности пробирает до костей и просто жутко это самые жуткие месяцы в году сегодня поеду на васильевский остров санкт-петербурга и там нас будут велодорожки как раз сегодня хочу поговорить о велодорожках покажу вам их еще пообщаемся потому что тема такая неоднозначная то с этими велодорожками там есть о чем поговорить я во всяком велосипедом тоже поболтаем давайте отправляться дорожки в санкт-петербурге имеет такое неприятное свойство начинаются ниоткуда и заканчивается тоже идут в никуда просто нет никакой цепочки до системы этого велосипедного движения но это просто рандомная такая вот полосочка нарисованная где-то на районе вторая такая же на другом районе ну так они если открыть эту карту велопарковок да кстати часто помещают и полосы общественного движения да ну то есть в общем это просто так разрозненные полосочки поэтому для меня критерий конечно вообще наличие велодорожек городе это хоть какая-то сеть что-то отдаленно напоминающая сетку естественно такого нет поминила часа еду но это позже центр города так сказать нет никакого намека да она просто начнется там чуть подальше и так же точно закончится чуть подальше опа они не ожидали они не ожидали те ребята что будут велосипедист или двое так ехали я сегодня не буду гнать потому что я на футбайке нет крыльев как вы видите самом деле был снег я подумал что сейчас будет температура минусовая или пар такой идет и я думал что будет сухо на дорогах все это замерзет почему-то это все раскисло и превратилось в лужи вот байка достаточно сильно летит я поеду спокойненько в общем-то спешить некуда те словно сюда фор и особо особо ты там не выиграешь этот спуск конечно хороший тут можно было бы притопить и разогнаться ох я помню на этом спуске первый раз жизни на фиксе когда я ехал и вот здесь сейчас будет такой стык дорог я попытался остановить педали чтобы как-то вот еще один-второй попытался ну немножко по инерции просто до прекратить педалировать и фикс здесь мне чуть не сбросил ох это были ощущения просто на миллион ощущения которые не забудешь надо посматривать наши маленькие друзья таксисты наши маленькие друзья просто которые такие немножко очумевшие ведь я сейчас я еду им но места практически нету чтобы меня пока поэтому там сзади все жмутся ну и так нервничают я уже смотрю никто не сигналит пока но но и нервничают так покажем поворотничек видите на одну секунду зазевался водитель все уже истерика уже паника уже нам сигналят жалую себя последних роликах что много ситуации таких некрасивых да это действительно так что-то вообще последний этот осенний сезон ну как-то жестко жестко просто буквально вчера на велике ехал тоже и мужик поворачиваю покажу это место и такую поворачивает и ну не пропускает я остановился он меня так уперся сидит смотрит и так пренебрежит нам он давай 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 там давай сваливай давай я уже так остановился в общем а много много таких ситуаций он чья на не ожидал что велосипедист попадаст какой-то голос там я еще так остановился и путь ему перекратил и он реально не ожидал как немножко опешил ты посмотри велосипедистом посмел что-то остановиться что-то ему так тут опасненько ребята поворачивают на право надо вот так вот сделать иначе сшибут начинается прямо здесь от остановки дорожка на большом проспекте васильевского острова город сан-петербург я его хотел обсудить потому что смотрите в общем-то погода сейчас мне очень страшно не ужасно потому что час мокро но вчера было практически то же самое даже хуже было как-то вообще еще промозло и было холоднее и было сухо сейчас влага было сухо и смотрите на велодорожки велосипедистов давайте считаем вместе мы вам помогу чтобы было побыстрее велосипедистов сейчас один это я вообще 0 если меня сейчас не было здесь 0 здесь в этом месте всегда парковались машины вполне себе успешно это такой широкий незагруженный проспект ближе туда к метро направо там действительно вот видите курьеры вот здесь и сейчас мы их много тут увидим они все едят по тротуарам единицы ездят по велодорожкам потому что для них это неудобно да они ныряют во дворы их разводят посылки по велодорожкам из них опа моноколесник обгоняет электро велосипед а это жаба с гадюкой это вот надо покрупнее было бы снять показать вам жаба вода с гадюкой так вот здесь при спокойно парковались машины такой район в общем-то если бизнес-центре есть учреждения много-много всего нужно действительно парковаться и потом они взяли закрыли это все нарисовали здесь буду велодорожку которая как видите и то что особо не нужна жителям сейчас вот по велодорожке желтенький по велодорожке самое то есть ну потому что еще нет ужасно зимы погода в общем-то нормально но сейчас мы будем ехать процепетистов будет по-прежнему 0 там дальше ничего не изменится этого дорожка туда идет идет и убирается почти в залив но вот я вам зуб даю если мы встретим о обманул вас есть какой-то это курьер кстати едет что очень что очень и очень редко едет курьер по ней и кстати едет даже в правильном стороне они обычно едет там прямо так вот навстречу на тебя курьеры в общем как вы видите да утром конечно это ситуация более показательно потому что машины здесь ну сотни тысячи а велосипедистов все также 0 то есть вот ее нарисовали а с людьми не проводили никакую работу ничего никто никому не объяснял кого свет так классно среди можно нужно ездить что посмотри роспед экономит время не нужно ставить в пробках там это 10 ну чтобы люди пересаживались на цепи здесь опасный перекресток нужно показать вот так и потому что обязательно это подрежет вот поэтому нарисовать их нарисовали где на них 0 азипедистов ездят какие-то вот утром можете одного человека найти здесь связи с постройкой метро и шахты метро они загородили очень часто велодорожка она опять продолжится с тем же результатом за тот же 0 я сегодня на фэтбайке как вы видите это мой толстенький жирненький аутлит гиркулес который у меня практически целый год был компьютер городской велосипед это смешно но что-то мне так понравился и по городу на нем как прикольно ездить то есть он такой надо сказать по такой основательный как броневик куда на броневике есть такие интересные чувства он на самом деле может даже и довольно быстро загнаться если после его разогнать колеса закачиваешь по максимуму и все дальше на педали и он прямо так у нас все и он прямо мчит ну вот крылья на него или как не обзавелся не потому что нужны я очень люблю стационарные крылья нужны быстросъемные там был один вариант что ребята знакомые может быть сделают печатать крылья на фэдбайк быстросъемный это было бы вообще тема класс но пока нет у меня сзади маленький с сейвер такой коротенький стоит если он что-то и спасает то не очень так чтобы и много вот поэтому еще до быстро не буду разгоняться чтобы не налетела на меня как вы видите это дорожка продолжается на ней 11 лет одинокий велосипедиста который может быть проехал утром ну и все вот мы уже едем с вами сколько половину острова проехали велосипедистов по-прежнему 0 1 был курьер ехал ну это я говорю это какое-то удивительное событие он обычно они обычно ездят по тротуару и он должен был тоже ехать по тротуару так желтенький красненький поехали но почему-то ехал по велодорожке все она тут закончилась увидите продолжается точно такая же улица она точно такой же ширины и все то же самое но велодорожки уже букет вот такая логика там дальше уже морской порт ну собственно тупик т-образный перекресток почему и не продлить туда будут левее сев кабель расположен и ну логично все кабель водит и ездит молодежь в том числе и на велосипедах по чилите вы продлите вы эту велодорожку вот хотя бы до поворота носи в кабель это практически вот здесь туда же все в кабель чтобы люди могли доезжать да там узкая улица там будет сложно но ну а кому сейчас легко сделать и одностороннее надо ну и так далее можно что-то придумать но ответе дорожки как бы уже нету а улица все та же самая вот где логика нет также и в городе все все то же самое логики никакой сейчас мы приближаемся еще одной улице наличная такая длинная длинная улица тоже еще пустыне чем большой проспект которым мы ехали он там впереди морской вокзал собственно и на ней но логично что тоже можно было бы продлить эту велодорожку ладно на вас кусками идет вот видите здесь т-образный перекресток ну все догоните ее сюда нет она прекращается там ну и вот смотрите мы выезжаем на эту улицу вообще абсолютно пустынная ну по сути сейчас я буду ехать не спереди не сзади ну никого нету ну тут и полосы широченные вот эта правая полоса она шириной тут две легковушки станут реально две ширина наших полос это понятно это уже такая притча зачем делать эти полосы шириной в две легковушки ну здесь вот смотрите здесь место есть ну точно для велодорожки загадка почему нету кстати я сейчас еду в контактных ботинках атаке педалях на фэдбайке зимой но это очень неожиданный такой вариант потому что традиционно фэдбайка вообще-то топталки город тоже на такой велосипеде ну меня зимние контактные ботинки это очень хорошо потому что ну понятно можно и обычные брать да но обычные ботинки когда дороге будут лететь всякие реагенты порча ботинок будет быстро происходить ботиночки буквально там за пол сезона могут испортиться ваши обычные а эти контактные они такие крепкие у них там какой-то напыление такое на носке есть почему они так сделаны плотно ну почему бы их не использовать и плюс они теплые смотрите мы сколько едем только машины показались ну то есть улица абсолютного безлюдная почему бы тут не сделать главное так интересно интересно потом ехал второй там и первый на второй тоже ехал так вот такая миллисекундное замешательство что он хотел ехать выезжать на меня но потом выйдет что вроде как я уверенно еду перестал ехать сколько таких ситуаций уже было миллионы ну так вот здесь ее почему-то нету никто не знает она может кстати буквально в любой момент там через полгода через год появится у допустим там на следующем перекрестке еще два перекрестка она пройдет и все посмотрите ролик про ростов великий где я ездил по золотом кольцу там самая уникальная в мире велодорожка то есть власти отчитались да там сделали сколько-то метров километров велодорожка она просто идет по центру начинается там буквально возле кремля тут же заканчивается причем таким люком водопроводным это вот кинтэссенция да очень показательная ситуация дороже здесь поеду я по карман мне надо прямо как еду я не быстро и карману чуть-чуть почище поэтому я поеду по кармашку тут в общем то карман тоже такое интересное место и довольно широкий ну понятно голодорожка тут не нужно но здесь тоже надо смотреть потому что машины в этих кармах бывать гоняют сильно хочу в контактных ботинках на футбайке по городу кстати прикольно многие говорят по городу в контактах это же так страшно ну во-первых их можно ослабить что я сделал у меня футбайк до контактные педали настроены так что ну по максимуму я их ослабил и поэтому они абсолютно такие можно ногу просто выдернуть силой потянуть на себя и все и ты выделишь но при этом педаль можно подтягивать да не только толкать но и подтягивать поэтому на мостах получается удобно все выруливаем обратно кстати интересно когда вот отъедешь не быстро как я ехал получилась зеленая волна я сто процентов я практически вообще нигде не стоял если бы я ехал быстро сто процентов поймал бы красные иногда бывает так интересно зеленая волна в общем-то велодорожки друзья уже добрался до места назначения напишите как обычно ваш хороший комментарий сегодня буквально так вкратце обсуждали велодорожки напишите что стоит с велодорожками какая ситуация в вашем городе вообще есть они нет я знаю ну в столице только они есть но вы сами видели какие они в принципе по районам ситуация как же плюс-минус она начинается где-то там и тут же заканчивается то есть это такая хаотичная бессвязная какая-то просто кусочки полосочки и все ну напишите сейчас в разных городах даже небольших тоже власти пытаются отчитываются делают такой сильный вид да там стараются как будто они нарисовали кучу велодорожек интересно что у вас ними вообще пользуетесь вы ими в некоторых случаях на они довольно бессмысленные потому что они даже по ним ездить еще опаснее чем по обычным дорогам короче напишите ваши комментарии да вообще любые по поводу зимой поводу великов увидимся следующих роликов всего хорошего пока